Привет, друзья! Деловой клуб поморского землячества в Москве. 2020 год. Мы продолжаем серию интервью с нашими бомбическими предпринимателями. У нас сегодня Олег Клепиковский. Человек-звезда. Олег, привет! Заходи сюда на большой экран. Это что значит? Вот. Ну, ты теперь у меня на большом экране. Да. Слушай, ну, вот эта серия интервью, она служит тем, чтобы познакомиться друг с другом. Это такой метод глубинный интервью. Вот. Для того, чтобы понять, что ты, кто ты, как ты. Ну, в принципе, знать личности, потому что в конечном итоге мы живем как в персонале. И вот. И в течение жизни работаем в разных проектах. Вот. И на самом деле мне очень... Ты приятен как личность. Вот. Мы как-то с тобой, я помню, шли по сугробам. Вот. И общались. Здорово было. Вот. И, Олег, расскажи, пожалуйста, кратко о себе, о своей биографии, о своем пути полных приключений и о том, о чем ты мечтаешь. Да. Добрый день всем. Все просто, на самом деле. Родился в деревне в Пинниге, Архангельская область. В 2009 году переехал в Москву после института. Учился в Сиральвинске. Севмаш в Тузе. Это центр подготовки кораблестроителей атомных подводных флотов. Переехал в Москву. Устрелился на работу в косланниковую компанию. Откуда уж перешел в Русал. Из Русала перешел в Евраз. Из Евраза в Нурникель. Из Нурникеля ушел в компанию УМС. Клининговая компания. Самое крупное обсуждение было на рынке. Там, собственно, подобрался знаний о том, что такое клининг. Но все сподвигал руководству и собственников компании. Давайте займемся отстаффингом, потому что в этом не же будущее. Они боялись отстаффинг. Это предоставление персонала в наем. Собственники испугались, сказали, что им это неинтересно. И в 2011 году я из компании УМС ушел. И буквально через две недели открыли свою компанию. Под предоставление персонала в наем. А вы уже какой-то контракт был? Под какой-то контракт открыли? Ну, тут ушли в пустоту. Не было ничего. Ни офиса, ни людей, ни контрактов. Ни понимания, как это делается. Просто была идея и понимание, что это, скорее всего, сработает. В первых трех месяцев появился первый контракт. Это была компания, которая делала... Конкурент пытался быть в Макдональдсах, делали чизбургеры, гамбургеры и так далее. Вот мне предоставляли персонал, который занимался обслуживанием клиентов на кассах и поваров, официантов и так далее. Собственно, вот. С 2011 года занимаюсь этим бизнесом. Это основной бизнес. У нас в 2014 году... Ну, параллельно мы развивали клинг. Он у нас такой развитый, но, скажем так, не сильно. То есть, не основное направление. Хотя, развивали в районе того, чтобы предоставить клиенту сразу три услуги. Клинг, аутстаффинг и там было еще у нас частное агентство охранное, которое все закрыли. Там, может, сложности с лицензированием и так далее. Слушай, ну, расскажи, пожалуйста, про аренду найма, да, или аренду персонала, или найма, то есть, про аутстаффинг. Все-таки, как это работает? Работает все очень просто. Есть заказчик, который, например, давайте возьму конкретный пример. Черкизова. Все знают. Делают колбасу, мясо, птицу, курицу, петеринка тоже их структура. Есть куча заводов по всей стране. Есть потребность в персонале. Потому что локального персонала людям не хватает, ну, заказчикам не хватает. Потому что все, кто были местные, переработали, работать же не хотят, либо пьют, либо, ну, все знаем проблемы с персоналом на местах. Вот. А потребность в персонале есть. Обращаются в такой компании, как наша. Мы ищем людей по всей России. Привозим их туда, где они нужны. Арендуем для них жилье. Оборудуем эти места проживания там, хойко-местами, постельным бельем, матрасами, спецодеждой. Делаем медкнижки. Организуем доставку автобусами людей до... Это у нас зритель, да, черной. Доставку автобусами людей от мест проживания до мест работы. Организуем в администрировании нашего персонала. Ну, собственно, вот, собственно, основной бизнес в этом построят. И делаем ту услугу, которую заказчик заказывает. Это могут быть водители машин, могут быть водители рейч-траков, могут быть грузчики, могут быть фаршоставители, могут быть упаковщики, кладовщики, комплектовщики, даже сварщики от мировых водок предоставляем. Ну, то есть, это какой-то линейный персонал, да? Каправл, линейный персонал, да. Потому что линейный персонал все стараются делать у себя в штате. Слушай, ну, мне кажется, это здорово. Это при какой-то автоматизации и возможности прогнозирования, то, в принципе, можно это очень сильно оптимизировать, да. И, по большому счету, получается, у вас есть армия людей, я не знаю, сколько там, тысячи, наверное, да, или несколько тысяч людей, которые... Ставишься порядка пяти тысяч человек. Вот, пять тысяч людей, по сути, они получают зарплату у вас, да, то есть, они ваши сотрудники, но вы, соответственно, их посылаете в командировки, да, то есть, либо на одно, либо местная командировка, либо региональная командировка, ну, и долгосрочная, да? Ну, можно так сказать. На самом деле, мы их нанимаем в тот регион, где они конкретно должны работать. Там обособленные предвзделения, например, там, не знаю, в Саратове, в Екатеринбурге, в Новосибирске, там просто отдельно обособленные предвзделения, туда, где они нанимаем. Слушай, ну, а как это все работает? Ведь это же, на самом деле, человеческий фактор очень высок, да, и бывают, наверное, какие-то совершенно криминальные вещи, я не знаю. Как вы с этим боретесь? То есть, воровство, там, вперед, черепно-мозговые травмы, куча всего происходит каждый день. Ну, то есть, у вас есть какие-то методы или способы, как вы это предотвращаете, или как вы с этим боретесь, или как вы вообще с этим боретесь? Предотвращать невозможно, люди пьют, получили аванс, получили зарплату, напились, пожалуйста, инциденты. Но все-таки вы как-то отбираете более осознанных людей? Бывает по-разному. Все зависит от потребности конкретного заказчика. Есть заказчик один, который говорит, мне нужны максимально криминальные люди. Потому что рядом зона, например, там на мусорный комбинат, переборка мусора. Потому что другие-то у нас не работают. Только тех, которые больше никогда не берут. Максимально судимые, как он говорит. Максимально судимые? Прикольно. А, слушай, это что-то вообще, это что-то. Слушай, ну, расскажи еще какие-то такие удивительные вещи, шокирующие. Ну, про шокирующие рассказывать не буду, на самом деле, зачем. Бизнес такой. Сейчас в пандемию кому-то говорят война, кому-то май-то родная. Для нас это, конечно, выстрелило очень хорошо. Потому что границы закрылись, иностранная рабочая сила вся уехала, так называемая узбеки, казаки, киргизы. И жуткая нехватка персонала. Мы в пандемию, в отличие от многих компаний, не закрылись, работали постоянно. И тем самым смогли сколотить штат работников, так что люди сейчас предоставляют, но и компания не могут предоставить персонала. У нас он всегда есть. По 300, по 400 человек в день собеседую. Работу устраиваем. А поскольку нехватка огромная сейчас на рынке, у нас там и заказов тоже много. Ну, вот я смотрю просто по вчерашнему интервью с Татьяной Борисовной, да, у нее тоже ведь постоянно идет загрузка, и постоянно нужен персонал. Но у Татьяны Борисовны у нее свой костяк, да, и они никого там снаружи-то особо не берут, да, Татьяна Борисовна? Нет, почему? Под каждый объект набираем персонал обязательно, потому что мы же и по Подмосковью работаем, и разумеется, там 60 человек иногда, причем говорят, еще вчера надо, нам надо 60, там 100 человек найти, предположим, за три дня. И тут же по ходу дела их сразу же обучать. на месте опытные менеджеры выходят, то есть делаем под каждого технологические карты, по каждому определяем фронт работ, всю его логистику, где он, как он перемещается на объекте и так далее. То есть, нет, конечно, у нас тоже есть трудности с персоналом, особенно если это касается там Подмосковья или какого-то другого региона, а не Москве. в Москве тоже определенные трудности. А можно мне, Олегу, вопрос задать? Олег, мы в свое время начинали тоже лет, наверное, может быть, 8 назад, там 10, я не знаю, в пятизвездочной отеле просили, мы готовили персонал им. Мы тоже занимались аутсорсингом, но мы в течение года, может быть, определили так, что, ну, как бы закрыли это направление, потому что как только мы обучали для отеля людей, очень все было хорошо и прекрасно, они тут же брали их на постоянную работу, и все наши усилия заканчивались на этом. У нас не было инцидентов, мы отбирали персонал хорошо, обучали его хорошо, и они тут же переманивали и все, и больше услуги эти были не нужны. То есть мы обучали для кого-то их, да, мы там какое-то время получали деньги, они у нас получали заработную плату, мы оплачивали налоги, но мы поняли, что это бесперспективно, что мы работаем на чужого дядю. А вы как-то вот сумели хорошо построить эту работу? Ну, это, конечно, если это отдельное направление, это все понятно. А как ваша компания называется? Сумэс я поняла, а вот ваши... Бренд XRCO. Так? Excelsior. Excelsior, понятно. Не слышала, правда. Мы с вами на разных рынках работаем. Вы работаете на госконтрактах, мы туда не лезем. Нет, госконтрактов очень мало, мы практически не работаем на госконтрактах, мы давно не занимаемся госконтрактами, это вот, когда касается там Министерства обороны, если мы делаем какие-то объекты для Министерства обороны или еще, но это очень маленькая, это очень-очень-очень маленький процент. В основном коммерческие, конечно, организации, структуры, абсолютно. госконтракты мне вообще неинтересны, потому что там абсолютный демпинг по ценам. Олег, слушай, а действительно, вот Татьяна Борисовна задала вопрос, действительно, вот ты предоставляешь персонал, у тебя есть какое-то ограничение по минимальному количеству дней, которые должны отработать люди там, ну то есть, как это устроено? То есть, если я, допустим, беру машину в аренду, да, то есть, я могу ее взять там на одну минуту, да, или три там минуты, да, то есть, а с персоналом как? То есть, я могу взять людей на один день, или нужно брать сразу на месяц минимум, или как это? Нет, понятно, что мы заключаем контракт долгосрочные, стараемся, и понимаешь, что заказчики часто хитрят, кто-то говорит, что нам нужно на год контракт, а через месяц резкую нехватку персонала свою закрыли, потом говорят, извините, у нас заявка упала. Но это наши убытки прямые, потому что мы людей подобрали, посидели, привезли и так далее. Ну что делать? Я из-за этого и закрыла тоже направление свое, вот это, вот это, есть какой-то минимум по дням. Понятно, что мы, если заказчик выгодный, то мы можем работать от месяца, все, что меньше, нам неинтересно, в принципе. Все стараемся работать годами, потому что училие затраченное на контракт месячный, училие затраченное на контракт годовой, они примерно одинаковые, в подборе персонала, в расселении и так далее. Но годовой контракт тебе потом приносит год, выручку, а месячный только месяц, поэтому, как-то при контракте строяемся не брать, только в случае заказчик, с которым мы уже давно работаем, если нужно им помочь, то помогаем. Разве работки не берем? Ну и мы с тобой как-то общались по поводу аренды именно аутстаффинга, именно строительного персонала, вы тоже стройкой не занимаетесь, да? работали со стройками, много, но весь мой опыт работы со стройкой очень печальный, то есть я на этом потерял миллионов 70 неоплаченных счетов, которые уже никогда не вернутся. Есть такая проблема, да. Все строители, как правило, их кидают, а они кидаются в действительных подрядчиков. А вы зарплату все равно выплачиваете, правильно? А как же, конечно. Ну что же, были такие случаи. Слушай, Олег, ну я знаю, что у тебя же еще есть направления какие-то, кроме аутстаффинга. В первенадцатом году мы открыли основной бизнес, в четырнадцатом году открыли семейный бизнес Голубина, дом отдыха, который сейчас активно тоже развиваем, запускаем, в восемнадцатом числе летим на открытие очередного нашего объекта, единственный визит-центр на территории трех районов Архангельской области, Низенского, Лешаконского и Пиннерского, который будет хабом для туристических маршрутов по трем районам, даже по четырем районам. Слушай, но благодаря Ане, твоей супруге, конечно, интересно очень следить в соцсетях за развитием, за всем, что там происходит, какие красоты там летом, какая красота осенью или зимой, да вообще, ну просто, это просто чудо. На самом деле, вы даже не то, чтобы там, вы должны деньги брать за то, что вы фильмы об этом снимаете, фотографии выкладываете. Это очень круто, на самом деле. такой, больше социальный проект, грубо говоря, там пытаемся вернуть деньги московские в Архангельскому, только ради этого больше. Вот, в 19-м году начали третий проект, ввязались в соль, соль русского севера, производство натуральной соли по старинным технологиям, там, в Руси, выпариванием морской воды и превращением ее в соль. Из Белого моря вода, да? Из Белого моря, да. Часто наш соль стоит на полках отбеки вкуса, зарезаем в другие сети. Слушай, ну, как у вас со солью, в принципе, это оцениваешь? Насколько это успешно? Согласны ли до плану? Пока это еще в стадии развития, но перспективы точно вижу, что они будут. Пандемия, как пользоваться, сыграла свою не самую хорошую шутку в этом плане. Ну, слушайте, временная передышка, скажем так, временная заминка. Да, слушай, ну, я тоже, я был на Новый год в Сольвычегодске и там познакомился с директором музея, который на энтузиазме тоже начал восстанавливать эту технологию выпаривания. И я вам хочу сказать, что соль действительно бывает разная. Ну, в принципе, все здесь присутствующие, а нет, не все еще. У Даши нет соли, и у Артема еще нет соли. Я купила соль у тебя. Да, да, да. Ну, на самом деле соль бывает разная, здорово. Нет, то, что соль, которая производится выпариванием, она совсем другая, это факт. Я вот сейчас, например, соль, которую я покупаю в магазине, есть уже не могу. Ну, то есть она уже совсем другого вкуса и чувствуешь совсем другие добавки. Здесь она прям натуральная, без всяких добавок, без сжиживателей, без цианида и на вкус совсем, конечно, отличается. Ну, все-таки соль это больше, не знаю, такой, ну, вот, ну, я бы это расценил как баловство все-таки, да, то есть это не то чтобы баловство, но это, ну, что-то такое вот очень десертное, да, очень изысканное, да, вот. Если говорить про аутстаффинг, это все-таки действительно очень важное для общества и для всей нашей страны дело, да, то есть, в принципе, люди работают, то есть ты создаешь рабочие места, ты загружаешь людьми производство, то есть в конечном итоге люди создают добавочную стоимость, то есть они создают какую-то ценность к стране. Это уж круто. Ну, это факт, да, нас, собственно, в лодном компании так и есть. Мы даем возможность людям зарабатывать деньги, кормить свои семьи, а заказчикам заниматься производством, а не поиском людей. Да, по сути, да, вы снижаете затраты на отдел кадров, предоставляете просто, то есть мне вот нужно сейчас. Это нужно переосмыслить, конечно. Ну, запад к этому пришел давно, Россия приходит 10 лет как. Хорошо, слушай, наши традиционные вопросы, что ты обычно закупаешь, ищешь ли ты каких-то поставщиков, и как можно стать твоим поставщиком? Наверное, ключевые поставщики, которые сейчас нам нужны, мы их называем рекрутерами. То есть у нас по всей стране сетка порядка из 200 рекрутеров, которые неделю поставляют в компанию. То есть человек умеет делать таргетированную рекламу, сделать свой маленький код-центр, он может зарабатывать вполне приличные деньги. То есть у нас есть рекрутеры, которые там неделю зарабатывают по 200 тысяч. 200 тысяч в неделю, не выходя из дома? Да, представляем нам персонал. То есть это все на дистанционном, по большому счету, на дистанционных способах общения? Да, конечно. Это, наверное, основная потребность, которая у нас есть. Понятно, что мы закупаем и химию, и спецодежды, и все проще, но поставщики уже устоявшиеся. И как Татьяна вчера рассказывала, как правило, это крупные поставщики, которые имеют свое производство, типа химитека, и так далее. Ну да. С мелкими работать, конечно, сложнее в этом плане. Потому что никакая нуменклатура нет, которая нужна срочно и быстро. Поэтому, вот, знаешь, потом персонала. Потому что это наша основная услуга на рынке. Слушай, ну это опять же настолько интересно, настолько необычно. Ну да, слушайте, давайте, друзья, будем в этом клубе тоже переосмысливать. Онлайн-рекрутер это такая вот новая новая специальность, да, которая уже востребована. На самом деле, не важно, где люди могут быть, в той же Пенниге или в Каргополе люди могут жить, да. Но если у них есть широкий кругозор, если они умеют нанимать правильных людей и гарантировать, то в принципе велкам, да? Да, на самом деле, гарантировать ничего не надо. Просто подбираешь людей, организовываешь рекламу, организовываешь поток на обоис. Люди приехали, оформились на работу, отработали пять дней, за него получаешь деньги. Слушай, то есть ты, мало того, что создаешь рабочие места, так ты рабочие места создаешь над этими рабочими местами, понимаешь, да? У нас так в МММ. Более того, мы создали сейчас структуру МММ, где люди могут создать свою сетку поставщиков, грубо говоря, вообще ничего не делать, грубо говоря, только управлять поставщиками. И за каждого поставленного персонала ступеньки ниже, как пирамиды, МММ, получать деньги, там, за каждого представленного человека, там, через своего субпоставщика. Офигеть! Это же сказка любого предпринимателя. Да. А любого стартапера это вообще просто круто. Для Голубина мы постоянно ищем строителей. То есть мы несколько лет бутыхались, с 14-го года мы делаем стройки каждый год, и вот только в этом году, наверное, нашли первый раз нормальных строителей, которые смогли нам что-то внятно построить. До этого были постоянные проблемы. ищем. Постоянно нужны персонал в Голубине, например. Нужны шеф-повара, нужны администраторы, нужны управляющие Голубине. То есть есть люди, которые готовы переехать в деревню и наслаждаться природой и помогать устанавливать деревни и работают на благо своего области. Пожалуйста, с радостью пенсию. Мне кажется, сейчас просто будет всплеск какой-то москвичей, которые там в пятом поколении, у которых дедушка и прадедушка были москвичи. Слушай, ты смеешься? А на самом деле уже сейчас мы нашли в Москве девушку, которая станет познакомилась в фейсбуке, которая сначала у нас стала заниматься таргетированной электронной SMM-менеджер, а сейчас она переехала в Киннигу в Архангельске и работает уже там. Все, сняли квартиру, она сейчас работает. Там в Киннигу переехали люди из Украины, откуда они еще переехали. Из Москвы переехал Леша, который сейчас у нас там, они управляющие рестораном там, помогать с шкафом. То есть, к нам уже приехало несколько человек из Москвы жить в деревню, в городе. Слушайте, ну вы просто творите чудо какое-то экономическое на просторах Родины. Это здорово. Так что, милочку просим. Хорошо. Олег, можно вопрос задать? Можно. Алло. Да, да. Олег, Олег, у меня есть строительная компания, раньше это был главный инженер крупной компании Граджевинар, если слышал, Югославы. Они строили для Газпрома объекты. Ну вот сейчас компания распалась там давным-давно, а у него своя компания строительная, строители Югославы, если, ну у него бывают большие задержки тоже с заказами, если он еще не уехал, если я тебе его порекомендую, выслушаешь его, может быть, вы найдете какие-то точки соприкосновения. У него своя бригада и хорошее качество работы. Югославы. Ну давайте. Сейчас он заканчивается уже, сейчас в любом случае в следующем году будем начинать новые стройки. И бани будут строить, и гостиницы новые будем строить. У него большой очень опыт работы, он работал главным инженером крупнейшей югославской компании. Я поговорю с ним, позвоню тогда вот в выходные, переговорю, если он не уехал к себе на родину, у него семья, жена, все здесь, он в Москве живет, но давно я с ним не общаюсь. Геннадий Юрьевич, вы же тоже что-то хотели спросить, сказать. Да вот хотел Олега попросить чуть поподробнее про визит-центр для трех район объединенных. Вот он упомянул и как-то так. Поподробнее что рассказать? Аня, может ты расскажешь про визит-центр? Сейчас Аня расскажет, она мне главный идеолог этого визит-центра. Хорошо, Аня, слушаем. Привет, Аня. Да, еще раз привет. Ну, в чем смысл? А мы, да, получается так, что Голубина находится на перепуте трех районов. Мимо нас все едут и Мизени, и Лешуколь, и, собственно, сам Пинежский район. И многие гости, кто доезжает, они даже не понимают вообще, что посмотреть в Мизени, что посмотреть в Кимже. Никакой такой информации. На уровне Архангельска, да, есть ТИЦ, Туристический информационный центр. Но, когда человек отъезжает 100 километров, 200 километров в Архангельска, ему, конечно, важно где-то получить эту информацию из первых рук, узнать, какую-то, не знаю, доводящуюся, просто с людьми поговорить даже о том, как ему доехать до Мизени, ким же Кильце. А там же очень красивые места. И в свое время мы думали о том, как нам развивать Голубина. Я прошу прощения, секундочку. Да. Сейчас она вернется. Секундочку. Да. Вот. И мы приняли решение взять на себя такую здесь тоже миссию, когда мы принимаем всех, кто проезжает мимо этой трассы, у людей есть место, куда можно зайти, где можно позавтракать, там, пообедать, где можно списаться на экскурсии, где можно переночевать и отсюда съездить в Мизенский, Мишуконский район, опять же. То есть вот такой информационный... Это Голубина в самом, да? Да, да, это в самом Голубина. В самом территории реально это в Голубина. Реально это физически в Голубина, да. Но у нас, поскольку земельные вопросы самые сложные, она же огромная пустынная страна, море, земли, но ее нигде нет. Поэтому, да, все строим у себя пока. Понятно, спасибо. Олег, слушай, но традиционный вопрос, если бы у тебя сейчас в руках было 100 миллионов рублей, это чуть меньше, это чуть больше миллиона долларов, на что бы ты сейчас это потратил, куда бы ты вложился, чтобы развить свой бизнес? Ну, вложился бы точно в основные фонды Голубина, потому что там точно не хватает номерного фонда и, собственно, денег, как всегда, не хватает на строительство. Вот. Ну и вложились бы в маркетинг ссори, потому что в основном бизнесе у меня вроде все нормально с финансированием, но, собственно, в родные средства умудряемся жить, то вот в Голубина и в соль вложится точно нужно. А в Голубина у тебя сейчас номерной фонд в принципе занят постоянно, да? Плотно? К сожалению, не постоянно, но в этом проблема основная, что есть пустые периоды времени, например, там осень, когда люди не едут отдыхать, весна, когда дорог нет и когда распутятся. И вот, как раз, нужно сделать такой номерной фонд, чтобы люди летом и зимой, когда основные заезды, могли формировать такую выручку, чтобы ее хватало на пустые месяцы и на зарплату, и на ремонт, и на все прочее. Слушай, а вот у нас сейчас здесь в конференции есть Андрей Елуков. Андрей, с нами? Вернись к нам, пожалуйста. Ну, по ремонту, сейчас. Да, да, прошу прощения, тут ремонтом параллельно занимаюсь. Слушай. Да, он у нас мастер по строительству деревянных домов. Ты был в Голубино? Нет. Разве говорю нет. По морю был, по северу Белого моря, был, там, в Руси. Хорошо. Я тебе ссылку сброшу, чтобы ты подписался на Анины аккаунты. Вот, будешь следить за их развитием. На самом деле, они тоже много чего строят. И не только дома. Вот, еще они делают мостки офигенные. И набережь деревянную. Да. В общем, здорово. Ну, поможем с деревяшками, если надо, укомплектуем домокомплектами. Вот, естественно, надо будет максимальной заводской готовности. Олег, Андрей вчера рассказывал, что у него производство в Каргополе и, по-моему, сейчас в Исокогорке, да, ты говорил? Да, все вернул. Мы даже удивились однажды. У нас, благодаря тому, что в Пинниге лес и заготовки в Каргополе мы дешевле, чем в самой Пинниге как-то лесной. Так что, да, согласен. Закупали лес. Вот это вот давайте общайтесь. Это как бы эффект клуба должен быть. Какой-то. Да, я хотел больше спросить, есть ли прецеденты поставок людей в Архангельской области? Да, я просто рассказал, что мы поставляли сварщиков на атомную Севмаш для сварки в Архангельской области. А на предприятии Да. Мы работали на архангельском лесоперерабатывающем заводе. По-моему, он был да, проставляли персонал, который занимался перевалкой леса и стояли на линиях по распилке два года назад. А то у Самбула бывает такое, раз в год посмотришь на них деревенских, хочется все бросить, закрыть, коллективно там с ума сходят. У нас часто привлекают для того, чтобы тихомерить местный персонал, потому что, когда приходит свежий персонал, начинает работать лучше, местный начинает одумываться и перестает удоражить сознание собственника и начинает нормально работать. Бывает такое. Иногда профилактические меры для дисциплины нужны. Ну ладно, тогда отдельно можно будет пообщаться. Хорошо. Олег, спасибо тебе большое за уделенное время, спасибо за откровенный разговор, на самом деле очень-то все интересно и я желаю тебе только удачи. Вот. И, как у нас говорится, помор, помор, помор. Спасибо большое. Все, будем заканчивать это интервью. Сейчас я выключу запись.